МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. О главных новостях региона прямо сейчас. Общероссийское голосование. В общественной палате Республики сформировали рабочую группу для мониторинга работы избирательных комиссий. Перспективы сел и деревень. Стратегию развития агропромышленной отрасли обсудили на встрече с сельхозтоваропроизводителями. Инвестиции в экологию. В Яльчикском районе началась рекультивация свалки. В торгово-промышленной палате Республики состоялось онлайн-совещание с руководителями крупнейших промышленных предприятий Чувашии. Промышленность Республики – ресурс, с помощью которого придется восстанавливать экономику региона после пандемии. Поэтому так важно поддержать сейчас предприятие, на которое пришелся основной удар. Особенно малый и средний бизнес. Какая именно помощь востребована, сейчас активно обсуждается на различных площадках. Многие предложения по поддержке и дальнейшему развитию сектора уже учтены в комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики, которая будет представлена 24 июня на заседании Высшего экономического совета. Ближайшую пятилетку на поддержку 73 предприятий Республики предполагается направить более 45 миллиардов рублей. Говорили и о новых направлениях работы, о том, как использовать форс-мажор в качестве стимулирующего обстоятельства. Не надо бояться ставить перед собой самые серьезные задачи, причем выводы нашей промышленности на мировой уровень. У нас есть такие примеры. Мы к этому готовы. У промышленности Республики хороший потенциал и довольно высокая мобильность. Во время пандемии многие предприятия освоили производство защитных средств. Тем самым им удалось не просто остаться на плаву и сохранить кадры, но и помочь Республике полностью закрыть дефицит масок. У нас 30% занятых, 50% платежей, чуть больше 30% валу регионального продукта. То есть вы лидеры. От вашего самочувствия зависит развитие экономики. У нас в Республике много достойных предприятий. В первую очередь во всех отраслях нашей Республики мы должны определить товары-флагманы. Те, которые действительно можно продвигать на рынке. Это первое, что должно произойти. Потому что двигать товары-флагманы – это, на мой взгляд, и экономически выгодно, и достаточно легче, поскольку они являются приоритетами. Здесь, мне кажется, это самая простая вещь для притока денег в нашу Республику. Еще одна насущная потребность – импортозамещение. И здесь у производителей Республики большой простор для маневров. Предпринимательскую активность готовы поддержать всемерно. В Рио главы Чуваша Олег Николаев отметил, «Сейчас идет модернизация всех институтов развития бизнеса, чтобы господдержка была действительно эффективной и востребованной». Координирующим за нем всего этого процесса будет фонд развития промышленности, ну и в целом будет выполнять функции института. В том числе, как раз, продвижение Чувашской Республики на все рынки, в том числе предприятий и продукции. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридунов, Республика. Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет представят на заседании Высшего экономического совета в День Республики. По словам генерального директора Международного центра развития регионов Игоря Меломеда, это вторая редакция программы, созданная с учетом дополнений и замечаний властей предпринимательского сообщества и общественности Республики. Это уже достаточно проработанный документ, написанный в жестком формате, состояние вопроса, проблемы, пути их решения, механизмы, которые для этого используются, финансовые ресурсы и результаты, которым он приведет к выполнению этих мероприятий. Такой документ сегодня собран, он показывает определенные результаты, что мы можем сделать в Республике из-за во все эти возможности, которые сегодня просматриваются. Сегодня министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков назначен первым заместителем председателя кабинета министров Республики. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев. В общественной палате Чувашии обсудили подготовку к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию России. Здесь работает специальная группа, которая мониторит ситуацию, отслеживает работу избирательных комиссий и готовит корпус наблюдателей. Наблюдателями станут более 7 тысяч человек. Под контролем весь процесс голосования, готовность избирательных участков, наличие бюллетеней, соблюдение мер безопасности. Так каждого, кто будет находиться вместе для голосования, обеспечат одноразовыми защитными масками, перчатками и индивидуальной ручкой. Сейчас рабочая группа общественной палаты проверяет достоверность сведений, желающих стать наблюдателями, и формирует их единый список. Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля. И выразить свое мнение можно не только на избирательных участках. Общественные наблюдатели также должны следить за процессом выездного голосования. Должны они работать четко, как единый такой механизм. Главное, чтобы людям было все понятно. Что делать, какие их функции, какая их задача. Ну, наверное, здесь еще проявляются такие качества человечки, как гражданская ответственность. Ведь легко иногда всегда критиковать. Говорить, что там что-то не получается, вот это вот там власть или кто-то там другой виноват. Но когда ты начинаешь выполнять сам, участвуешь в этом процессе, то, наверное, здесь уже другое отношение. Поправки к Конституции обсуждают повсеместно. По данным поисковика Яндекс, за полгода в России было опубликовано более 8 тысяч статей. Объем информации в социальных сетях исчисляется миллионами постов и комментариев. А в сети ВКонтакте размещено более 500 тысяч постов, содержащих фразу поправки в Конституцию. Региональный координатор организации «Корпус за чистые выборы» Кирилл Лукин рассказал участникам совещания о фейках, которые появляются вокруг предстоящего голосования и смысла поправок. Есть сбросы о том, что будет происходить карусель, в том числе, например, что на участках можно будет голосовать без паспорта. Это все тоже ложь. Паспорт на данные будет вписано, то есть будет изначально показаться, и членочка избирательной комиссии будет сопоставлять, то есть на расстоянии смотреть, сопоставлять, является ли паспорт человек настоящим. Еще один миф – голосование проходит не в один день, и за это время можно сфабриковать данные. По словам Кирилла Лукина, ничего нового не придумано. Такой продолжительный срок – международная практика. Например, в Швейцарии по поправкам в Конституцию голосуют год. Важно критично подходить к разному роду информации и делать правильный выбор. Александр Соловьев, Татьяна Иванова, Николай Скворцов, Республика. Жители Республики ждут решения регионального оперативного штаба о выходе на первый этап снятия ограничений. Необходимые для этого показатели уже несколько дней уверенно держатся в зеленой зоне. Об этом рассказала Алла Салаева на рабочей встрече в Канаше. В Канаше 134 случая заболевания COVID-19. В последние дни наметилось стабильное снижение. За сутки к общему числу инфицированных добавился только один. Это результат правильной работы всей системы. По мнению руководителя Роспотребнадзора Надежды Луговской, если так двигаться и дальше, то Республика может надеяться на снятие ряда ограничений. А в целом по республике у нас до 11 июня регистрировалось по 80-88 случаев. Сейчас более 70 случаев регистрируются в ежедневном режиме. Показатели, которые оцениваются при переходе на снятие ограничений, Владимир Геннадьевич также озвучил. Они у нас стабильны. И сегодня уже показатели по коечному фонду свободному также соответствуют. Хоть положительная динамика налицо, это не повод расслабляться, отметила заместитель председателя Кабинета министров Чуваши Алла Салаева. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами необходимо. Мы действительно в Дню Республики выходим на первый этап. И очень мы этому рады. В следующей неделе она праздничная. Гости приезжают. Одно, второе, третье, плюс двадцать четвертый выходной день. Прошу также вот этот строй держать. И нам с вами необходимо дальше идти плавно, шаг за шагом. На следующий будет необходим второй уровень. Через главный транспортный узел города даже в период пандемии проходят несколько пассажирских составов. Тепловизор для работы мобильных групп на железнодорожном вокзале. По словам главы муниципалитета Виталия Михайлова смог бы существенно облегчить работу специалистов городского центра эпидемиологии, которые постоянно здесь подежурят. Разумеется, санитарная работа по дезинфекции подъездов и других мест общего пользования тоже продолжится. Также рабочая группа посетила Канажский межтерриториальный медицинский центр, где они обсудили актуальные вопросы с персоналом больницы. Данное учреждение отличает дисциплинированность, отношение к людям, выстроенная система оказания медицинской помощи. Даже в условиях пандемии нет нареканий в плане оказания медицинской помощи, своевременности, доступности, несмотря на кадровый дефицит. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Павел Иритков, Республика. Несмотря на снижение количества заболевших COVID-19, соблюдение масочного режима проверяют также тщательно. Общественный транспорт, торговые точки, аптеки в зоне внимания мобильных групп. В их составе сотрудники местных администраций, правоохранительных органов, специалисты Роспотребнадзора. Одно из мест массового нахождения людей – пассажирский транспорт. Согласно 92-му указу главы Чувашей, и водители, и кондукторы, и, безусловно, пассажиры, обязаны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Чаще всего с горожанами проводят разъяснительные беседы. Однако это не значит, что за нарушения не привлекут к административной ответственности. Вот сегодня мы тоже находимся на Марпасадском шоссе. Задача – проверять соблюдение масочного режима, как пассажирами, водителями транспортных средств. В случае выявления нарушения составляются акты, протоколы, как на водителей, на пассажиров транспортных средств, так и на предпринимателей, на перевозчиков непосредственно. Сегодня в Чебоксарах работает не менее 20 мобильных групп. Идет дезинфекция мест общего пользования, в том числе обработка детских площадок. Особое внимание к тем, кто только приехал в столицу из других регионов. Самоизоляцию никто не отменял. У нас на территории Ленинского района составлено таких актов фиксации нарушения 108 штук. У нас на сегодняшний день ношение масок – это обязательный режим. Поэтому все магазины обязаны держать в наличии либо бесплатные маски, либо их продавать. Также во многих продовольствиях магазинах есть перчатки, то есть защищающие наши руки. Существует еще перечень товаров первой необходимости. Он состоит из 28 пунктов, в котором обозначены те товары, которые разрешены к продаже на сегодняшний день. К сожалению, многие наши магазины, торгующие товарами промышленного назначения, продают свои товары и прикрываются товарами первой необходимости, то есть масками. С начала введения ограничительных мер в Чебоксарах составлено 427 актов о нарушениях и даны разъяснения нескольким десяткам тысяч жителей. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 50, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. Евгений Романов, Игорь Зверев, Республика. Нехватка молодых специалистов, вывоз сырья в другие регионы страны, отсутствие точек сбыта продукции. Проблемы, которые предприятия агропромышленного комплекса не в состоянии решить в одиночку. Стратегия развития республики отражает эти болевые точки и предлагает совместные пути решения. Документ сейчас обсуждается среди специалистов разных сфер. Одна из встреч состоялась на базе Чувашской сельхозакадемии. Сельхозтоваропроизводители продолжают работать и во время пандемии. Подготовку техники, саму посевную. Заготовку кормов не может отменить или сдвинуть ни один вирус. Правда, это непростое время более явственно выделило болевые точки. Например, животноводческие хозяйства весьма зависимы от импорта. Добавки к кормам закупаются за границей. Кроме того, не так-то просто оказывается продавать свою продукцию через интернет. Эти и другие очень актуальные для отрасли проблемы находят свое решение в стратегии развития. Выполнение задач начали с определения специализации районов. Это позволит найти точки роста и начать создавать кластеры. То есть перерабатывающие предприятия будут в тех районах, где выращивается данная продукция. Кстати, вывоз сырья из региона – еще один важный вопрос, который необходимо решить в ближайшие годы. Перерабатывающие предприятия сталкиваются с отсутствием торговых площадей. Сетевые магазины не хотят брать местную продукцию. Очень мизерная доля местных производителей. По колбасным изделиям на вчера заходили, специально смотрели долю полок. В пятерочке доля полок меньше 5%. Это 6 позиций при 140 имеющихся. В магнитах и того меньше 2%. Также мы столкнулись с проблемой высоких наценок на нашу продукцию в сети «Пятерочка», где наценка доходила до 90%. Выход из ситуации разработчики стратегии видят в создании парка автолавок при крупных агропредприятиях. Кстати, такие специальные автомобили вполне могут выпускать наши же заводы. Подобное производство уже давно существует в Шумерле. Создание региональной сети и общей торговой площадки в интернете также снимет многие вопросы. Мы очень внимательно будем работать над тем, чтобы, развивая дальнейшие формы поддержки, их нацеливать на то, чтобы у нас создавались современные производственные объекты в сельской территории. Возможно, торгово-логистические центры, которые будут обеспечивать аккумулирование продукции мелких производителей и соответствующее продвижение их как внутри региона, так и за пределами региона. Еще одна задача – поднять те направления, которые в республике были популярны в советское время. Например, хмелеводство и рыбоводство. Слабой стороной остается пока использование водных ресурсов. Сегодня, к сожалению, мы производим рыбы в 2,5 раза меньше, чем 30 лет назад. Ставим задачу в ближайшие год-два сформировать нормативную правовую базу и выработать эффективные механизмы поддержки развития данного направления, охватив мерами господдержки весь технологический процесс данной подотрасли. Такие болевые точки и в дальнейшем будут определять вектор государственной поддержки. Только в этом году приняты механизмы субсидирования строительства комбикормовых заводов и эмбрионных центров. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, «Республика». В Чувашии 270 тысяч несовершеннолетних. Этим летом дети остаются без присмотра взрослых. Пришкольные лагеря работают только в онлайн-формате. Загородные пока не открылись, спортивные секции не работают. Как уберечь подростков от возможных нарушений закона и не сделать их самих жертвами преступлений? Обсудили сегодня на координационном совещании в прокуратуре республики. В целом, статистика преступлений, совершенных подростками, дает право на оптимизм. Но есть районы, в которых необходимо усилить работу. На территории 11 районов республики наблюдается увеличение числа подростковой преступности. Резкая такая преступность возросла на территории Калининского района города Чебоксары, Цивильского и Козловского районов. По итогам пяти месяцев подростками совершено 114 преступлений против 140 за аналогичный период прошлого года. Если проанализировать, то более 70% преступлений связано с хищением чужого имущества. Свыше 15 преступлений – это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Около 1200 детей стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. К ним должно быть особое внимание со стороны образовательных учреждений и социальных служб. Больше уже как поручения хочу попросить отстроить работу педагогов, психологов, социальных работников. Возможно, их гибкий график именно по выявлению детей, которые сегодня находятся дома. Во-первых, они погрязли. Совершенно очевидно сегодня в интернете их необходимо максимально вовлекать. И у нас есть такая хорошая практика. Сейчас педагоги должны выйти на места и проверить, в каких условиях дети оказались. Максимально их вовлечь в профильные лагеря, вовлечь их в дополнительное образование. Говорить с детьми о безопасном поведении и не оставлять малышей без присмотра – уже ответственность родителей. Безнадзорность приводит к несчастным случаям. Только от внешних причин в этом году погибли 14 несовершеннолетних. Как правило, гибель или травмирование детей происходит в результате несчастных случаев, либо неосторожных действий, бездействий близких, ввиду несоблюдения взрослыми общепринятых правил безопасности и предосторожности при уходе, присмотре за детьми. Чаще всего такие происшествия случаются на водоемах, дети выпадают из окон многоэтажных домов, погибают на пожарах, когда остаются одни. Десятки несовершеннолетних становятся жертвами преступлений. По итогам текущего года таких правонарушений против детей зарегистрировано 337. Наблюдается увеличение числа совершенных в отношении подростков насильственных именно преступлений. Это, конечно, нас очень беспокоит. Основными причинами являются, конечно, ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей, отсутствие контроля за поведением детей, а также неэффективная работа субъектов профилактики. Работа по профилактике правонарушений и защите детей от преступлений будет усилена. В планах правоохранительных органов создание социальных роликов о безопасном поведении, героями которых станут сами дети. Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика. Реализация национального проекта «Чистая страна» на особом контроле и уври у главы республики. 12 мая в селе Яльчики начата рекультивация свалки. Свалка в Яльчиках эксплуатировалась с 1988 года. За 30 лет объем отходов, поступавших со всего района, составил около 12 тысяч кубометров. Соответственно, загрязнялись окружающая площадь и близлежащие реки. В 2018 году завоз мусора на этот объект запретили. Рекультивацией занимается подрядная организация ООО «Феникс» из города Севастополь. Администрация Яльчикского района заключила с этой фирмой контракт на сумму более 8 миллионов рублей. При помощи различной техники формируется тело свалки. После того, как все отходы соберут и уплотнят, полигон будет накрыт. Для формирования саркофага используется у нас здесь щебень, используется глина и используется чернозем с последующей посадкой травы на поверхности. Работы на Яльчикской свалке планируют завершить к середине июля. На освобожденной территории можно будет разместить парк или лесопосадку. Таким образом, в Чувашии рекультивирована пехтулинская свалка в Чебоксарах. Несколько критериев для закрытия – это не только возраст, а емкость и уже необходимость. По мере того, как появляется уже инфраструктура и возможности перевозить уже на более современные полигоны, вот эти свалки мы будем закрывать. Следующие после Яльчикской – свалки Аликовского и Канажского районов. Они все включены в проект «Чистая страна» и до 2024 года должны быть рекультивированы. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Утверждено расписание ЕГЭ-2020. Единый государственный экзамен пройдет в этом году по особым правилам. 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 по русскому языку. 10 июля школьники сдадут профильную математику, 13 – историю и физику. Знания общества знаний и химии школьники продемонстрируют 16 июля, 20 июля – биологию, 22 и 23 иностранных языков. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля по всем учебным предметам. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Подробнее о сдаче единого госэкзамена расскажет министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев. Смотрите сегодня в 21.00 программу «Правительственная связь». В Чувашии впервые за 34 года появилась шелоклювка. В России шелоклювка встречается редко и поэтому включена в Красную книгу. В нашу республику она прилетает во второй раз. Впервые ее заметили в 1986 году. Ближайшие от Чувашии места гнездования краснокнижной птицы расположены в Предкавказье и Прикаспийской низменности. В этом году диких животных можно увидеть и в городах. Сегодня к нам в редакцию прислали видео, где жительница Чебоксар встретила косулю. Животное прогуливалось по велосипедной дорожке на набережной. Это были новости четверга. Завтра в пятницу в республике будут отмечать День медицинского работника. Национальное телевидение Чувашии будет транслировать это событие в прямом эфире. Начало в 15 часов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова